Наш гость Игорь Свинаренко, журналист, писатель, колумнист самых разнообразных изданий, автор книг, уникальный человек, полиглот и вообще в некотором роде наш земляк. Но об этом он расскажет поподробнее, если захочет. А тема нашей сегодняшней лекции – блеск и нищета журналистики. Я вижу много наших коллег в зале. И кончаю отнимать ваше время. С удовольствием передаю слово Игорю Николаевичу Свинаренко. Да, спасибо за такое представление. Скажите, а здесь собрались ведь отчасти, наверное, и коллеги, да, журналисты? Ну, так мне показалось, да? Кто журналист? И, может быть, студенты. Я просто пытаюсь понять. Есть студенты? Я пытаюсь понять, кому это интересно, и про что говорить, и в какой тональности. Ну, как у нас, 45 минут. Да, регламент у нас обычный. 45 минут выступления лектора и дальше ваши вопросы. Да, но мне все равно, как скажите. Я могу пять, могу два часа. Дело простое. Ну, чтобы перебросить мостик к предыдущей лекции, люди, которые интересуются этой темой и просто взяли, все бросили и пришли сюда, они, наверное, прочли, по крайней мере, отчет о лекции Панюшкина. Он сказал, как я понял из отчета, что качественная журналистика никому не нужна, и он не знает, что с этим делать. И таков был его месседж. Вот. Жалко, что меня не было там, потому что я знаю ответ на этот вопрос, и сейчас вам его сообщу. Знаете, когда какая-то вещь никому не нужна, а такое часто случается, то нет никакого смысла думать о том, что же с ней делать. Надо просто забыть о ней и выбросить ее. Если качественная журналистика действительно, скорее всего, так и есть, не нужна людям, то давайте забудем о ней, друзья. Вот, собственно, мой оптимистический ответ Панюшкину. Я знаю, что делать. Он страдает и спрашивает, что делать. А я говорю, я знаю, вот, забыть бросить и жить дальше весело и счастливо. Ну, в анонсе сказано, что я расскажу о начале и конце журналистики. Действительно, это самое интересное в каком-то явлении, ну, в любом явлении. А как оно началось, ну, если взять человека. Самое интересное, это где, как, почему он родился, да, и при каких обстоятельствах уходного номера. Ну, и в промежутке мы можем где-то отследить, чем он занимался вот этот отрезок времени. То же самое и журналистики. Значит, я считаю, что журналистика началась, там, не знаю, в 1990 году, если мы говорим о Советском Союзе. А почему именно вот эту точку я считаю правной? Ведь до этого была большая журналистика, считается, там, российская. А после нее советская. Россия, в смысле? Что в 1703 году, первое первое, основывал газету «Ведомости», да, зачем? И этот день, 13 января, сейчас считается днем печати в России. А до этого днем печати считалось 5 мая, начало выхода газеты «Правда» в 1912 января. Но мы туда не углубляемся, потому что там, все помнят, в школе учили, газета «Ведомости» писала, что из Индии пишут, да, под шаг подарил русскому царю слона, и слон через полтора года дойдет пешком там до Петербурга. Ну, какая-то ерунда. А газета «Правда», она, ну, это понятнее теперешним зрителям и слушателям, газета «Правда» занималась тем, чем сейчас занимаются все СМИ, такой пропагандой партийной. Там, этих бей, тех не бей. Вот, и самое главное, что вешалось на советскую газету, это цитата из Ленина. Газета не только коллективный пропагандист, коллективный агитатор, но и коллективный организатор. Что, собственно, настолько замутило всю картину. Послушайте, ребята, ну, как бы, ну, новости. Как по дешах отправил царю там слона или что случилось, кто уехал, приехал, умер, родился. Нет, и агитатор, да, тоска смертная, и пропагандист уже удавиться можно, да еще и организатор. Ну, что это, как это, персонаж Нонна Мордюкова и бегала, вручала, эти билеты распространяла. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Ну, ну, где тут газета, где тут информация? Чушь какая-то собачья. И так это все продолжалось, и продолжалось, и продолжалось. И я длительное время работал в советских газетах, снизу до верху, там, от ночирашки до центральной. И я увидел эту всю картину сверху, снизу, в разных позах, в самых неприглядных ситуациях. И если бы не такая вот невеселая жизнь советских журналистов, не эти все пьянки, путешествия, там, ну, хотя бы по области, по району, по стране, то, конечно, действительно, это было бы очень мрачным периодом моей жизни. И, ну, достаточно сказать, ну, я до сих пор злобствую, когда вот коллективный пропагандист-организатор, когда нас там куда-нибудь вызывали на инструктаж, там, в партийный комитет, обком, в ЦК я бывал, они говорили, запомните, журналист, это не какой-нибудь там порхающий химингуэй, знаете ли, журналист, это солдат партии. Да, поэтому он должен разъяснять политику партии, правильно ее интерпретировать, и объяснять людям, как им жить и что им делать. Ну, говорит, чтобы вам было понятно, вот, вы видите, вот, например, инструктор обкома КПСС, видим. Вам приблизительно понятны его задачи, его ответственность, да. Ну, вот и ты, Игорек, точно так же, как он, но с одной разницей. У него есть какие-то еще права, а у тебя нет никаких. И ты, к тому же, беспартийный, ну, это может быть глупо и мелко, и как-то самонадеянно. Но я долгое время об этом рассказывал с гордостью, а сейчас непонятно, чем тут гордиться, потому что множество людей состояли в КПСС, лизали там все как нужно, но потом сказали, ну, мы перековались, мы теперь уже новые, прекрасные, умные и демократические. И я думаю, ну, и чего мы, из-за чего ломали копию, да. Так как, значит, там, вот, человек ходит, там, чем-то гордиться, гордиться, что он такой чистый и неподкупный. А просто его не пытались подкупить по-настоящему. Вот, и, вот, говоря об этой советской журналистике, ну, кто постарше помнит, читали эти газеты, и, там, значит, вместе с тем есть и отдельные недостатки. А в колхозе большевик заготовлено по 10 центнеров условных кормоединиц на голову крупного рогатого скота. А в целом по районам эта цифра составляет 15 центнеров. А таким образом колхозу большевик не следует останавливаться на достигнутом, и следует нарастить темпы заготовки кормов на зиму. Ну, да, 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 вот в таком духе. Значит, вот эта советская журналистика, ну, так иногда я обсуждаю с товарищами, со старшими товарищами, что, а вот, ну, что говорить, ну, ничего не было, пустота. Я говорю, ну, что ты, а Татьяна Тесс писала очерки, а братья Грановские, а, я же не знаю, Бочаров, Инна Руденко, Инна Павловна, которые, ну, и о чем мы говорим, это какие-то эссе, такой Камлани, они писали два очерка в год, они размышляли о проблемах там, девственности, да, морали, о проблемах настоящей духовности, что она таится, может быть, в сельских библиотеках, где бескорыстные девушки служат высокому, великому, да, и может ли быть, это очень модная была тема, интеллигентом человек, у которого нет диплома возрастского, может или не может, то есть, темы совершенно бессмысленные, или там, долг, уважаемая Инна Павловна, Руденко написала долг про то, что там, ну, некто воевал в Афганистане, а дальше, ну, немножко было к нему проявлено недостаточно душевности, что он воевал, имеет право, им там пенсия маленькая и так далее, а потом был, например, персонаж, один из самых, мне кажется, великих героев советской эпохи, не побоюсь такой высокой лексики, Шаварш-Карапетян, кто помнит? Поднимите руку, пожалуйста. Вот, вот, есть люди, которые знают этого настоящего героя, в советское время, о котором действительно писали газеты одно время, писали о том, что, ну, если вы понимаете, он был чемпион по плаванию, по подводному плаванию, по прыжкам, он спас там людей из троллейбуса, который упал в воду, и он там спас, я не знаю, я забыл, сколько, 20, что ли, человек, и остальные погибли, ну, потому что он просто уже не мог дальше наряде, и через какое-то время, ну, такого не придумаешь, опять что-то упало в воду, и опять он шел мимо, опять спас. Нет, ну, это уже второе, я не знаю, это не смешно, может быть, это показывает, люди сразу не поняли, что это великий человек, и что он герой, и как нужно вообще жить, да, ну, там, а если продолжать, развивать до идиотизма, доводить эту тему советской пропаганды, советских газет, как надо жить, чтобы, да, не было мучительно, стыдно, какие примеры подавать молодежи, вот, что, как должен человек, орлядовая свою жизнь, вспоминать о ней, да, я спас 20 человек, которые тонули, ну, все, ну, там, нету денег, допустим, живет, где-то, там, в трудных условиях, еще что-то, отрезали нового, там, чужое, но зато, я знаю, что у меня есть, что вспомнить, есть, что предъявить, как Белово-Высоцкий, представ, перед Всевышним, и это, что же дальше случилось с Крапитиным, кто знает, что случилось, нет, сапожная мастерская, yes, yes, сапожная мастерская, вместо того, чтобы сидеть в Кремле, в кабинете, например, Ленина, с орденами, на государственной должности, видите, введите ко мне Ходоков, идут, они говорят, Савашджан, скажи, как надо жить, он говорит, ну, садитесь, сейчас я поговорю, а вот надо кого-то спасти, он говорит, Майя Ивановна, выпишите там, надо спасти кого-то, денег дать, вот такая картина была бы более-менее осмысленной, а работать сапожником, ну, я думаю, что это интересно, и Лев Толстой точал сапоги, между прочим, правда, там в скобках, что есть них, кто не носил, и может быть не потому, что они были плохие, неудобные, а люди просто их ставили там под стекло, на почетную, это сапоги, сначала лично, я сам какое-то время назад думал, неплохо было бы научиться, вот, меня, шить, например, шить одежду, или сапоги, это интересно, мне кажется, что это, нарезаешь эту кожу, что-то шьешь, там, вымачиваешь, это интересно, но тратить потенциал такого человека, его размах, его вот это величие на сапоги, мне кажется, это расточительно, и это преступно, довольно это глупо, и общество, которое вот так распоряжается своими бриллиантами, лучшими людьми, ну, наверное, это общество немножечко скоро закроется, и там какие-то другие будут общества с другими ценностями, с другими героями, а сегодня у нас герои, да, как, мы читаем отчеты из Лондона, как проходил суд между Абрамовичем и Абрамовичем, ну, вот эти люди занимают умы, но мы понимаем, что это важно, это что-то отражает, а-та-та-та, да, а вот, то есть, я, говоря о советской журналистике, сказал, что, конечно, она была преступна, мирская, отвратительна, за исключением случаев жизнеописания Шаварша Карапетяна, за что ей, как бы, с одной стороны, спасибо, а с другой стороны, ну, это нельзя называть журналистикой, друзья, но житие святых это уважаемый полезный жанр, на воспитательных целях, то есть, все прекрасно, но при чем здесь журналистика, она совершенно ни при чем. Я начал писать заметки в 1973 году, я, правда, еще учился в школе, но так писал, что-то в Макеевске рабочий, там, глаголом жег сердца людей, да, и с тех пор не прошло еще и сорока лет, не прошло и сорока лет, как я занялся этим ремеслом, и за эти сорок лет видал я, да, видал я многое разное, вот, от этого школьного, там, сотрудничества, я писал, там, состоялись районные соревнования по гимнастике, да, там, раз там что-то сфотографируешь, ну, как сейчас фейсбук, там, да, забор, только я печатал на бумаге, там, фотобумага, проявители, писал, там, от руки, потом приносил редакцию, там, наберли, и, ну, если бы я, может, так бы, работал макеевским рабочим, то, возможно, нечего было бы, собственно, и рассказывать, но после этого я там был туда-сюда, там, я был там главным ли редактором, ну, главный редактор это, как бы, ну, верх, там, вверх карьеры, или, да, я думаю, еще я был там сапкором в Америке, но в советское время считалось, что, ну, все, ну, круто, все уже, дальше ехать некуда, и, газеты какие-то, коммерсант, вот, коммерсант, мы плавно подходим к началу журналистики, а именно, почему 90-й год, но коммерсант начал выходить, там какие-то были пробные номера, в 80-м, в 90-м, и я именно в 90-м же туда и поступил. В чем был смысл того старого коммерсанта? Он был в том, что все средства массовой информации находились в ведении сектора печати отдела пропаганды ЦК КПСС. Ну, сейчас приблизительно то же самое, по-моему, да? Круг этот замкнулся, и руководители различных важных СМИ в России ходят на совещания, там они ходили к Шуркову, там еще Песков, там еще вот эти совещания в Кремле. Сидит заместитель, руководитель администрации президента, и доверительные беседы там ведет, или они ездят в Сочи, в Сочи. Эта схема, как вы понимаете, очень живуча, и она, ну, правда, большевики плохо кончили с этой схемой, когда они держали все под контролем. Нельзя держать все под контролем. Ну, нельзя. Вот, начинаешь все держать под контролем, и что-нибудь отвалится, а у тебя контроль за... и в 90-м году Володя Яковлев стал выпускать газету, которая не подчинялась ЦК, и не получала печать ловлитей. Кто помнит, что такое ловлит? Вот, мало кто. Это цензура, а цензур, который сидел там в типографии или в редакции, и читал все полосы, и если он не поставил штамп свой, это не принимается в типографию. До свидания. Все, ничего нет. Вот сидит цензур, а я читал после такую книжечку, там список тем был, чего нельзя писать, про что нельзя упоминать, ну, там все, что отдаленно могло, там, там, тюрьма, ну, там, все, что издалека могло, там, намекнуть на Чернобыль. Радиация, вода, здоровье, продолжение. То есть, это очень осмысленный документ, он ковался умными людьми, и в итоге, понимаете, люди получали картину жизни, что, да нормально, ребята, жить-то можно, смотрите, светит солнце, водка продается, где-то квартиры, где-то строятся, кому-то, и вот эта вот мерзость жизни, вот весь этот ужас, который мы видим сейчас на каких-то каналах, каких-то ужасных газетах, где там режут, едят там людей, что-то жгут, поэтому самосожжение на Красной площади, ну, вот что еще бывает такого плохого, мерзкого, да там, педофилы-людоеды, там, какие-нибудь бабушки с дедушками мрут от голода в казенных богадельнях, там, в армии с солдатами занимаются принудительным сексом, там, они вешаются или убегают из части с автоматом, все это всегда было в жизни, как мы понимаем, но советская журналистика работала вот в этих рамках, и людям как-то больше хотелось жить, они думали, да не так и плохо все, смотрите, а вот там говорят, что в Узбекистане рабство на хлопковых плантациях, и секретари райкомов строят себе дворцы с гребами, и у них там закопано по 30 килограмм денег, в садах, чушь какая-то, никакого не может быть в советской стране, и пока вот перестройка, до 90-го года еще там была такая, пишите, и сразу все стали писать, да, да, вот, а в Узбекистане, там, знаете, что творится, детей заставляют работать, собирать хлопок на каникулы, а вы знаете, а что творится в армии, каким потоком идут цинковые рабы из частей, господи, как было хорошо все-таки при коммунистах, когда была сверху, а тогда был порядок, ну, то есть, про это не писали, ну, как бы, а если о чем-то не написать, то этого и нет, понимаете, а, например, Владимир Владимирович Путин слетал с журавлями, как известно, это показали все телеканалы, интернет все написали, ты знаешь, Путин летал с журавлями, представьте себе, что СМИ об этом не сообщили ничего, кто узнает об этом полете, никто не узнает, а мало ли что там куда летает, бегает, да, с кем, ничего никто не знает, но если вас интересует мое личное мнение, то я и писал об этом, и повторяю, никто, никакой Путин никуда не летал с журавлями, это либо фальшивка, либо это такой пропагандистский материал, здесь я сняли его двойника, актера, придумали этот весь сюжет, и такой тест, знаете, как проводят социологические исследования, опросы, думают, все ли уже с Харвардой пиплом, или еще нет, давайте придумаем совершенно дикую историю, а теперь мы ее как-то покажем, и что, нормально с Харвардой, начали обсуждать, да коль, дикую, вот, 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 что творилось в перестройку, это было, как бы, такая, анти-советская журналистка, а была советская, это анти, стали писать, теперь можно говорить про все, оказывается, наши хорошие, а там, чиновники, бюрократы, и те, кто не наши, они все плохие, и сейчас мы мы устроимся честно, где у нас будут выборы, Ельцин будет ездить на троллейбусе, вот, как он один раз проехал, и теперь каждый день он будет туда и сюда на троллейбусе, утром туда и вечером обратно, и тогда освобожденный народ, он начнет заниматься чем-то умным, полезным, он будет читать хорошие книги, он будет слушать хорошую музыку, он будет, ну вот, наконец, водка подешевеется, он будет пить водку, но без того, чтобы стоять в очереди, да, пошел, выпил 150, и выпил. Вот, я, честно сказать, ну, должен признаться, зачем я буду вас обманывать, и для этого я приехал за границу, чтобы обманывать вот девушек и мужчин тоже. Я тоже, честно, я думал, что, когда вот ослабнет этот гнет и давление советского режима, люди распроются, это, вдохнуть, как, ну, наконец-то. Я не думал, что они пойдут слушать блатняк, понимаете, а пойдут воровать доллары, там, из этих пунктов, что девушки будут начитать, пройти в проститутки, ну, просто валютные, не просто там, а вот так как-то, и там, что будут конкурсы огромные высшую школу ФСБ, да, как сейчас. И, ну, я думал, что это будет какая-то, ну, другая, более симпатичная жизнь. Но этот удар, конечно, подкосил многих, что люди оказались хуже, чем мы о них думали. Ну, кто такие мы? Я знаю, идеалисты какие-то. Да, ну, вот я как идеалист, я, да, я думал о людях лучше. И, вот, собственно, в этом вам признаюсь. И, может быть, коммунисты знали народ лучше, чем мы, гуманитарные лохи. И они где-то зажимали, придушивали, вот, давайте так, давайте пускай по радио там крутят Моцарта, концерты показывают, симфонические, дирижами, книги будут издаваться классика, классика, еще раз классика, и немножечко американского детектива. Или там, что такое секция, как с ним бороться, там, переписывают от руки. Ну, это, опять, чуть-чуть, пускай будет. Пускай будет. А вот, а люди же сопьются. Нет, ничего, мы так посчитали, что зарплаты не хватит, бухать каждый день. Вот это была такая игра, понимаете, и журналистика, мы все-таки здесь говорим о журналистике, она была таким инструментом в этой игре. Очень важно. Правильно. Нормальная жизнь устроена неплохо, нормально. Давайте без излишеств, без ужаса, ну, ужас, но не ужас, ужас. Давайте тихо, аккуратно. Потому что, да, человеку, да, свободу, то, просто, да, и сегодня мы можем как-то олядываться, что-то сравнить, придумывать, но, однако же, все-таки мы вернемся к главной точке 90-х годов. Ну, там, как, собрали материал, написали, написали, редактировали, сверстали, ну, что, и в типографию. Кстати, сказать, это была типография Красной Звезды. То есть, куда уж. И, вот у нас тут газету, мы хотим распечатать. А где, залитовано, делаю, вот, так, вы что, не поняли? Тянули. Ну, какое-то новое веяние, чуть-чуть, какой-то секретный, какой-то эксперимент. Ну, наверное, как с лид-газетой. Никому ничего нельзя писать, а лид-газета пусть пишет. Все равно, тираж маленький, распространяется по блату, там, и что, прямо без цензуры? Да, без. Ну, знаете, мы это, а позвоним в ЦК, звоните. Что, вот прямо сейчас позвоню, и да, прямо сейчас звоните. Но, я думаю, там было и не без того, чтобы ЦК, не ЦК, ты давай это делай, и мы-то в долгу не останемся. Он говорит, тоже неплохо. Итак, при советской власти газета выходила и писали, мы там все, что не вздумается. 90-й год, 91-й, до, да, после Пуча, уже все оборзели, уже стало можно. И вот это, собственно, и была более или менее настоящая журналистика. Что же такое журналистика настоящая? Все-таки, все-таки, это замах на объективность. Это не то, что наши хорошие, да, они разведчики, ваши, отвратительная мразь, они шпионы. И наши всегда хорошие, ваши всегда вообще никакие. Это, ну, это не журналистика. Это, ну, так всегда было у людей, это, как мораль Атинтотов, что такое добро? Это когда я победил противника, убил его, забрал его с женой и дочерей и забрал его с тада. А что такое зло? Это когда он пришел, убил меня, забрал у меня все имущество, да, баб, там, все дело. А, ну, мы говорим о другом, о какой-то, какой-то цивилизации, не знаю, какой-то цивилизованности, о какой-то игре. Я понимаю, что, да, это игра, но я не скажу вам, что это высшая справедливость, за которую я был готов умереть. я не скажу этого. И я не сделал этого вслед за моей однокурсницей, бывшей, Аней Мазепой, но она потом вышла за Сашу Политковского замуж и прославилась все-таки, как Политковская, которая, погибла от пули, она погибла как солдат, а это очень почетная смерть, и многие мужчины мечтали бы так умереть, чем 80 лет в кровати-то. Ну, вот, есть мнение, что это была не журналистика, и она не журналистка. Ну, сказать, нет, нет, она журналистка, не оскорбляйте ее память. Минуточку. Если она погибла не как журналистка, а как, не знаю, политик, а как правозащитник, если она погибла как солдат, это не умоляет ее за слух. Умереть как журналист, это не поднимать тебе на лестнице. И она действительно была очень увлечена, она была очень страстна, она знала некоторую правду, и готова умереть за ней, что она и сделала. Я разговаривал с Рамзаном Кадыровым, я говорю, ну, что же у вас это, это ваши, наверное, рухнули? клянусь, мамой, да ты что, я ее встречал всегда как родной, она приезжала, я говорила, вы что здесь себе позволяете? Я говорю, Аня, поверь мне, не все так страшно, как ты описываешь. Что ты хочешь, чтобы мы тебе показали? Мы тебя сюда свозим, мы тебе дадим этих людей, тех, мы хотим, чтобы ты сама увидела. И он как-то задним числом он пытался значительно не оправдаться, он говорил, что, ну, как можно было, зачем нам это не... Что, в общем, как бы и наталкивает эту мысль, была ли она журналистка? Может быть, и нет, понимаете? Как бы, ну, руководитель региона, мятежная республики, а если он оправдывается, да, там, перекинут, ну, может быть, действительно, это не журналистик. Так вот, этот пассаж был о чем? О том, что журналист, он, может быть, должен быть более... Он должен осматривать обе стороны. Насколько это возможно в России, я не знаю, здесь, в Украине, насколько... Может быть, это невозможно. Ну, например, такая простая вещь. Если журналист едет на войну, даже если воюют свои с чужими, ну, по всем понятиям, он не должен брать оружие. Он не должен стрелять и там, не дай бог, еще кого-то убивать. Ну, поскольку, да, сразу нарушится адективная картина, и он уже станет не журналист, он станет солдатом, у него появятся свои и чужие, он начнет, разумеется, хвалить своих и чужих просто сразу. разумеется, но, насколько это возможно на постсоветском пространстве, даже не знаю. Может быть, это невозможно. Это какая-то дурацкая мечта. А большинство людей все равно берет автомат и, если не из пушки стреляет по Сараеву, как это сделал галера Ливонов, который, который, опять-таки, он и не журналист, он писатель, он просто поехал на войну, он решил воевать на стороне Сербии, и он сделал это, и, собственно, и бог ему судья. Я не могу его рассматривать на этой лекции как пример, что такое журналистика, потому что это не журналистика, и он и старший меня, и все такое. Значит, вот, что же такое, у нас идет нормально, да? Вот, в чем же смысл вот этой в кавычках новой журналистки? В чем? А, вот, что это за игра в объективность? Ну, игра, вообще, в этом нет условий ничего плохого, потому что есть же теория, широко известная, Хейзинга, да, работа Homo Ludens, что человек играющий, да, что лудоманы, которые в казино, там, да, и этот взгляд таков, что всякая цивилизация, всякая культура, это игра. если из человеческой истории, там, убрать игру, то все собственно останется, ничего. Поел, поработал, да, смотришь, поспать, отдохнуть, познакомиться с девушкой, все, приплыли. А культура вот начинается там, а сейчас я нарисую наскального там зверька на стене пещеры. А это то, что или там какие-то пляски, ну, если они не являются прелюдией к любовной игре, а эффекты ритуалы, ну, как вы понимаете, ритуалы, это собственно вот игра, 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 игра. В хорошем смысле этого слова. В чем же смысл этой игры, да, в чем смысл? Ну, то, что сделал коммерсант, то, что сделал Яковлев, сейчас уже не разобраться, то ли он это интуитивно, то ли он с кем-то советовался, то ли просто он полистал, что тоже такой вариант имеет право на жизнь, просто полистал учебники по журналистике, которые в огромных количествах печатаются и издаются в Америке для, соответственно, студентов. Ну, такой толщины там у меня три есть, вот такая толщина, формат это А4 приблизительно. Друзья, там написано вообще все, 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 просто все, 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 ничего не надо придумывать, ничего не надо изобретать, знаете, ну, у нас начинает, давайте изобретем велосипед, да, давайте. Вот проведена реформа полиции, милиции России. Знаете, вот были недостатки, а давайте мы сели депутатов, давайте мы поменяем название и форму, и там закажем тысячу статей на день бюджета, напишем, что полицейские нормальные ребята, чего вот так их прийтили? Ну, вот это изобретение велосипеда, это попытка придумать новую журналистику какую-то, лишены смысла, а выходители оформляют полицию, окей, а в каких странах есть хорошая полиция? Ну, например, в Германии, не проканает, полиция, война там, ассоциация, так, где еще Америка, ну, это не пройдет патриотические депутаты, ну, давайте возьмем, я и Израиль, почему Израиль, ну, там, как пелась песня, на четверть бывшего нашего народа, там огромное количество людей, знающих русский язык, и там родители что-то им рассказали, спрашивается, а нельзя ли привезти нам в Россию тысячу полицейских из Израиля? И что бы они объяснили, что такое полиция? А как она должна себя вести, что нужно делать? И так далее, и так далее. Нет, начинает запрещать, та же самая история журналистика. Я вот так листал эти тома, но они такие мягкие обложки, знаете, как Yellow Pages. Американские учебники по журналистике, responsible reporter, там, что-то там, журнализм, да, вот, и все вот, а по буквам, там, а по пунктам, что же должно быть в журналистском материале. Но, может быть, две стороны. Вы пишите, а враги отрезали Ангазулу. Ну что, дайте второе мнение. Друзья отрезали Ангазулу. Ну, считается, что он жив, открывается в Аргентине. Дайте, дайте эти мнения, дайте. Вот, какие есть версии. Вот такие. Дальше. А заходь-то, пановы. Слава Украине! Дорога! Во! Ничего, вы сидите, сидите, не надо. Это пришли два украинских классика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова